Одна из главных новостей последних дней из мира профи-бокса – это новый тренер казахстанца Геннадия Головкина. Отныне в его углу на ринге будет находиться американец Дженатон Бэнкс. Данный специалист, пожалуй, стал самым неожиданным вариантом из всех, которые активно обсуждались. Что примечательного в Бэнксе и какие могут быть риски в работе с ним, в материале вести.кз. Бэнкс работал бок о боком с легендарным тренером Эммануэлем Стюардом, который помогал становиться чемпионом мира не одному боксеру. Так, в разные годы со Стюардом работали Хулио Сезар Чавес-старший, Мигель Кота, Оскар Делла Хоя, Пёрни Луи Такер, Томас Хирнс, Эван Дир Холифелд, Джермейн Тейлор, Ленокс Льюис, Нассен Хамет. Наиболее продолжительным и известным сотрудничеством, помимо Хирнса, является история с украинским супертежем Владимиром Кличко. Именно со Стюардом он добился многих высот в мире профи-бокса. Совместная работа прекратилась сначала из-за продолжительной болезни Эммануэля, а затем и смерти. И наследником выстроенной империи, штаб-квартира которой являлся зал Кронгдим в Детройте, США, стал именно Бэнкс. Он долгое время ассистировал Стюарду. К тому же пришел в Кронгдим в 14-летнем возрасте и знал все тонкости внутреннего устава. Сам Эммануэль был для Джанатона вторым отцом. Нередко Бэнкс оставался у него дома на долгое время, тренировался в этом зале, а затем и помогал воспитывать боксеров. Кличко после ухода их жизни своего знаменитого наставника пригласил на роль кауча Бэнкса. С этого момента началась история американца уже в качестве тренера. Его знания бокса не являются плодом одной теории. Сам Джанатон долгое время занимался этим видом спорта, хотя родители прививали ему любовь к музыке. На любительском ринге он несколько раз становился чемпионом США. В 90 поединках он потерпел 10 поражений. В профи он перешел в 2004 году, когда Головкин завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Афинах. К слову, с ГГГ старше тренера всего на три месяца. Свой последний бой Бэнкс провел в 2014 году, проиграв Антонио Торверу. Всего же в его активе 33 поединка. Трижды он уступил, и в одном случае бой завершился в ничью. Широко обсуждалась его работа с британским тяжем Делианом Уайтом. Это добавило ему в тренерский рекорд дополнительных очков. Однако к чему-то высокому вместе они не пришли. Уайт через некоторое время просто отказался от услуг Бэнкса. Изначально многие списали на непрофессионализм Джанатона. Однако позже сам Уайт внес ясность в происходящее. Бэнкс – очень хороший тренер, но проблема в том, что он одновременно тренировал Владимира Кличко, Сесилию Брикхус и меня. У каждого из нас были намечены большие поединки примерно в одно и то же время, поэтому я поехал в Германию и тренировался вместе с Владимиром. «Мой график тренировок зависел от тренировок Кличко, он тренировался очень усердно, и мне приходилось подстраиваться под него. Также было решено менять мой стиль, но времени для этого оставалось мало. Поэтому я принял такое решение», – прокомментировал Уайт. Бэнкс возглавляет тренерский штаб абсолютной чемпионки мира из Норвегии Сесилии Брикхус. Вместе они с лета 2015 года. За это время спортсменка не потерпела ни одного поражения. Провела 8 победных боев, сохранив все свои многочисленные титулы. Один из тренировочных лагерей с Бэнксом она описала так, «Тренировки в Киеве на Олимпийской базе просто фантастические». Это был отличный тренировочный лагерь с потрясающими спарринг-партнерами, и работа с Джанетоном Бэнксом была очень продуктивной. Впрочем, как и всегда. Виноват ли в этом Бэнкс или нет, однако Кличко потерпел поражение от Тайсона Фьюри именно в период сотрудничества с ним. Большая часть эксперта склоняется именно к этому. Тем не менее, было еще много факторов, которые могли повлиять на ход боя. Здесь и возраст Кличко, и личные моменты с ситуациями. Перечислять много не стоит. Сказанного в адрес американца было много. Наиболее распространенный эпитет – лаподержатель. Но это, как говорится, субъектив. На самом деле Бэнкс обладает личными методиками, которые он впитал при жизни Стюарда. Он знает, какой нужен подход к каждому боксеру. И пока он только делает первые большие шаги в качестве тренера. Поэтому о проколах или его профессиональной состоятельности пока рано судить. Поэтому главные риски связаны со временем. У Бэнкса, по его словам, есть уже картина тренировок, которые изменят головкина. В частности, речь об активности, о динамике. Вот только сколько на это требуется времени. Его попросту может оказаться недостаточно для того, чтобы выйти обновленным к третьему бою с мексиканцем Саулем Эльваресом. На это есть простой контраргумент. Головки не первый год в боксе, что настолько необдуманно рисковать. Наверняка выбор был сделан после тщательного взвешивания из-за и против. Ему всегда был нужен такой тренер, который мог поставить ГГГ в центре внимания для качественной, ровной подготовки. Так был выбран в свое время Абель Санчез. И, судя по всему, такие условия возможны у Бэнкса. Тем не менее, нет гарантии на то, что все получится и Союз выстрелит. Всегда есть определенные риски того, что сотрудничество, даже самое топовое, обязательно к чему-то приведет. Много было историй, когда лучший тренер в работе с лучшим боксером приводил к кризису. Будем надеяться, что ГГГ именно в Бэнксе нашел то, в поисках чего он ушел от Санчеза. Впервые в углу Головкина новый тренер будет 8 июня, когда казахстанец на арене Мадисон-Скуаре и Горден в Нью-Йорке встретится с канадцем Стивом Роллсом. 19-0, 10 КО.